Стоит дерево по Чернышевскому аварийному, корнями уже забор вывернул, поместитель над дорогой. А в Чернышевскому сколько адрес? Дом 6. Дом 6, то есть дерево находится под лэп? Ну почти под лэпом. То есть, если самому пилить, опасно вдруг повернется, что-то сломает, так? Оно уже лопнуло, его самому вообще опасно пилить. То есть, если начнешь пилить, его поломают и... В администрацию вы сейчас ходили в тридцатый кабинет, и что там девушка ответила? Да, совсем денег не выделили. Типа денег нет, идите лесом, так? Нет, пишите заявление, если можете сами, мы вам дадим разрешение. Ага. Самому все равно... Ну естественно, но вы без заявления не писали. Посмотрим, поснимаю, выставлю в YouTube. Может быть, ускорим процесс. Давай, ладно, удачи. Вот, дорогие мои, едем опять мы по городу Дальнереченску. Ну, решил немножко с вами побеседовать, пока едем. Пришел человек, сказал о том, что у него упало дерево. Обратился в администрацию, но администрация сказала, иди лесом. Хочешь, сам спиливаем, мы тебе дадим разрешение. Он говорит, там провода, как я сам спилю, я боюсь. Ну, говорит, у нас нет денег, все, идите лесом. Вот самое интересное, нет денег, идите лесом. Куда же тогда даются наши деньги? Вопрос. Наши с вами, друзья, деньги. Города Дальнереченска. Понятно, что бестолковое руководство Павлова и Васильева приводят к тому, что казна у нас пустая. Но как они это интересно делают? Вот, к примеру, Павлов недавно буквально уговорил всех депутатов. Я хочу обратиться к вам. Депутаты города Дальнереченска, вы что? Вы вообще соображаете, что делаете, нет? Вы что такие, дети наивные? Вас так легко обмануть или как? Объясните мне, что происходит, а? Как мог вас Павлов уговорить за девять миллионов купить экскаватор и самосвал? Дорогие мои, только не обижайтесь, вы идиоты! За девять миллионов я куплю три экскаватора и три самосвала и как минимум двухкубовые экскаваторы и в отличном состоянии, которые будут работать, работать и работать. А вы купили за девять миллионов экскаватор и самосвал, которые постоянно ломаются. Вы о чем вообще? Вы хоть немножко соображаете, что делаете? Или что вас Павлов попросил и все делаете? Вот смотрите, как он дорогу Павлов сделал. Залатали вроде, а ну а толку? Поличенко мы, кстати, едем по дороге, вон. Ужасно, блин. Как-то сделано вообще... Спасибо хоть, Саш Павлов, спасибо тебе, ты хоть ямы заделал. Понятно, что ты не можешь сделать уже ровную дорогу, это тебе не дано. Хоть ямы сделал, молодец. Так вот, я обращаюсь к вам, депутаты, как так происходит, что вы девять миллионов взяли и потратили на какой-то экскаватор и самосвал, якобы который будет у вас по городу рыть канавы там и все остальное там, делать какие-то рыки, чтобы никого не топило. Так вот, мне интересно. Вот сейчас вы ко мне обращаетесь и жалуетесь, что Саша Павлов забрал экскаватор, забрал самосвал и он работает в его личных целях. А вы о чем думали? Что Павлов пойдет на то, что купит, чтобы для людей, для города что-то делать? Естественно, для личных целей он использует. Что-то он там у себя на мясокомбинате постоянно роет, пытается все-таки избраться еще раз в депутаты. Главой, конечно, он уже не может быть, потому что мы все понимаем, что он не тянет. Да он сам уже это понимает, что он не тянет главой. Ну, хотя бы сделаться председателем думы и опять сидеть пять лет и получать там своих 100 тысяч рублей. Вот его цель. Представляете? Вот, пожалуйста. Вот я еду по дороге, смотрим, да, как они сделали ремонт. Это какой-то кошмар. Ну, так делать-то, ну, дорогие мои. Вот на вот этом потрачено 9 миллионов, кстати, 9,5 акцизы. Вот тут вообще вот, видите, вообще нет асфальта. Что самое странное, да? Так вот, вернемся к эскаватору. То есть эскаватор купили за наши, дорогие мои, народные деньги наши. С нас собрали налоги. А эскаватор почему-то работает на Сашу Павлова, а не на город. Вот мусорки, да? Вот после моих репортажей смотрю, хоть мусорки начали убираться. Ну, спасибо, Саша Павлов, ты хоть работать чуть-чуть начал. Ну, конечно, не совсем все, ну, да. Так вот, еще раз повторимся про эскаватор. Каким образом вы, депутаты, вы, представители наших граждан, нашего города, нашего народа, жителей города Дальнереченска, какое вы имели право народные деньги потратить на 9 миллионов, потратить на то, чтобы Саша использовал этот эскаватор и использовал этот самосвал в личных целях. Мало того, что вы еще умудрились просто взять и 9 миллионов подарить куда-то. Как так происходит? Я не пойму. 9 миллионов. Непонятно на что. Да вы на 9 миллионов, дорогие мои. Да вон, да хоть кого, у кого есть эскаваторы, самосвалы, блин. Я уже не говорю Корнеев. Молчу, конечно. Вы что, блин? Кажи, Корнеев. Да вон, пожалуйста. К Дюльгеру обратитесь. У него хороший эскаватор, хорошие самосвалы. Он бы за 9 миллионов вам весь город вычистил. Все бы каналы были чистенькие. А вы обратили внимание, почему я еду к ЖД вокзалу? Это одна еще из тем ЖД вокзала. Сегодня мне звонили, просили все-таки заехать, поснимать, выложить канал и показать. Вот я нахожусь на ЖД вокзале. Вот у нас ЖД вокзал, да, это железнодорожная вроде как территория, железной дороги. Вот. Туалета тут просто нет. Туалет убрали. Я не поеду дальше показывать кусты, поверьте мне, одно слово. Туалет убрали. И вот человек вышел с пояса, хочет в туалет. Куда ему бежать? Куда? Где? Туалетов нет. Что делать? Ладно, смотрим, куда он может добежать. Побежал он в сторону города. Вот, к примеру, это было буквально вчера. Человечек побежал и бежит, ищет туалет. Где же, блин, его найти этот туалет-то? Ё-моё. Не знаю. Ну, может быть, здесь ближе, да? Ну, давайте проедем, посмотрим. Может, здесь, вот сюда, куда, пешком он бежит уже куда-нибудь. Хоть бы за какой-нибудь сарай забежать, да? Вот. Опа-на! Видим мы туалет. Вот мы из-за этого туалета, дорогие мои, сюда и приехали. Сейчас я вам все очень интересно расскажу. Вот, смотрим. Туалет. Вот она, свалка. Это уже свалка по Павловске 3, центр города. Вон там автовокзал, ЖД вокзал, мы это все видим. Вы видите, какой муниципальный туалет, да? Здесь просто закрыто на замок. Он весь перекосился, скажем так, чтобы не заматериться. Потому что все, что делает Павлов в городе, ну, просто русскими словами, хочется фольклором русским выразиться в его сторону. А вот здесь, пожалуйста, как зайти в туалет? Ни дверей, ничего нет. Раньше здесь стояли контейнеры. Люди ложили в контейнеры, контейнеры вывозили мусор. Доверие стало контейнеры невыгодно. Каким-то образом, я не пойму. Деньги получать выгодно со всех. Доить весь город, а поставить контейнеры невыгодно. И теперь вот этот мусор весь гниет в пакетах. И никто не убирает. Саша Павлов, сейчас я тебе покажу, какой же это адрес. Боже мой, вот он. Вот он адрес. Уссуриска 60-1, дом напротив. Приедь сюда, посмотри, что творится в городе. Хватит деньги воровать с бюджета. Хватит придумывать всякие подставные, блин, покупки экскаваторов и самосвалов за бешеные деньги. Ты приедь и посмотри, что здесь творится. Туалет нужно сделать, в конце концов, людям. Потому что люди здесь все в туалет этот ходят. Здесь смотри, что с мусором. Убери его, пожалуйста, в конце концов. Еще раз. Улица. Уссуриска 60-1. Это центр города. Ну, а теперь мы поедем дальше. Поедем, посмотрим, что у нас. Как у нас Павлов любит бороться с деревьями. 17 деревьев вырезали в парке. В парке именно имени Калинина. В парке, где захоронены наши герои-пограничники, которые не отдали ни пяти нашей земли. Ты, Павлов, подставил свою грудь хоть под одну пулю за нашу Родину, за наш Советский Союз. Я не думаю, что ты бы подставил. Ты бы первый убежал бы с поля боя. А здесь что-то творишь в городе. Глава. А теперь дальше поедем, посмотрим. Возвращаясь к вопросу все-таки. Человек пришел, дерево упало, надо спилить от бури. Ему сказали, денег нет. Так я спрашиваю, дорогие наши товарищи, друзья, в кавычках, депутаты города Дальнелеченск. Почему вы разрешили Павлову потратить 9 миллионов непонятно на что? Почему вы это сделали? Вот вам и деньги. А теперь дальше смотрим. Вот я подъезжаю. Сейчас покрою стекло. Вот аллея комсомольцев. Прошу не путать с аллеей Победы. Это я говорю тем сексотам, которые Павлову кое-что лижут. Вот дерево упало. И упала она уже. Тут месяц стоит. То есть мы ждем, когда это дерево на кого-то упадет. Может быть на машину. Или может придавить ребенка. Дети ходят, дети гуляют. Да, товарищ Павлов? На это денег нет? Или вы не хозяин города? У нас на сегодняшний день по пути полу. У нас власти нет никто. Мы сейчас никто. Не звать нас никак. Понимаешь, нет? Но он власть, а мы никто. Понимаешь, нет? Вот сейчас власть поменялась. Через жопу. Месяц уже лежит так дерево. Никому не нужно. А теперь сейчас, дорогие мои, мы поедем. Поснимаем то дерево, которое тоже так же упало. Людям на заборы. Посмотрим, что там. На которых нет денег у Саши Павла. И вот он. Улица Чернишевского 6. Вот это дерево, да? Здрасте. Вот уже корни вылазят, вырывает забор. И практически оно висит над... Над дорогой. Здесь уже даже и грузовик пройти не может, чтоб не зацепить. В любой момент она может упасть. И дай Бог, что если никого не придавит. На машину или на человека. И зацепляется, да? За него. И зацепляется, да? А не дай Бог, вот. Да? Дети тут ездят. Да? Осторожней под деревом, он упадет тебе на голову. И все. Объезжай его, не езди под ним. Это какой-то ужас. Сегодня человек был в администрации в 30-м кабинете. Сказали, денег нет. Все. Вот у меня сейчас вопрос к Саше Павлову. Куда ты деньги денешь с Васильевым? Если у тебя нет денег, приехать убрать это дерево. Сколько тут надо? Две-три тысячи рублей? И этого нету? Вы понимаете, что это угрожает безопасность движения на данном участке дороги. На это у нас денег нет. А эскаваторы покупать самосвалом за 9 миллионов. На это у Вас откуда-то деньги берутся, товарищ Павлов. Мне просто это интересно очень уже. И депутаты. Кто у нас депутат города за линией? Именно улица Чернышевского, да? Что мы ждем? Пока какая-нибудь трагедия не начнется? Ну, приехать отпилить дерево в 5 секунд. В парке вымлено 17 деревьев вырезали. На это у Вас деньги есть. У меня по аллее комсомола постоянно режете хорошие деревья. Для чего? Непонятно, блин. 7. А здесь у Вас денег на это нет. Это как? Объясните мне, пожалуйста. 15. И вон, 16. А куда сейчас ты проедешь? Аж забор вырывает корнями. То есть дерево практически наклоняется. И пошло через дорогу. Не дай Бог кого-то убьет. Сколько ты раз уже к ним обращался? Первый ходил. Первый ходил? Нет, а то они не видели. Они что-то туда вот пилили. Мы сегодня ездим в джипу ССС. Это же их администрация. ССС это краевой администрация джип. Надо было, чтобы ему на голову упало. Глядишь, может быть, в конце концов Павлова снимут с должности. Если ССС, это Сиротуса Светлавска. Мы так называем их. Это краевая администрация. Что тут краевая администрация забыла? Ну, наверное, выборы. Губернатора Тарасенко. Наверное, по выборам тут уже ездят. А что толку? Он в Риоге губернатор, можно пожаловаться. Можешь пожаловаться? Жалуйся, я выставлю канал. Они смотрят. Я про другая. Пожалуйся, скажи, что в конце концов, блин. Твои халуи здесь не могут мне дерево спилить. Ну, Тарасенко навряд ли будет что-либо делать, как всегда. Его интересуют только Порты. Он сейчас Порты себе заберет и уедет отсюда. А Ищенко, это Андрей, это наш кандидат. То есть наш приморец. Он сам с лесозаводска, кстати. Он депутат ЗАГС Собрания Приморского края. Та же коммунист. И вот мы его, как коммуниста, выставили, поставили на губернатора. Сейчас будем биться. Во всяком случае, я думаю, как минимум, второй тур будет. Как минимум. Да, дорогие мои. Вот я еду. Видите, у нас какая-то улица мимо военкомата. Вот. Ужасно. То есть, Личенко Корнеев съездил, снял дороги. Ямы заделали. Здесь же делать ямы не надо. А на хрена за линией делать? А тут люди не живут. Тут неледи все. Тут же кто тут живет-то? Никого нету. Зачем им делать дороги? Он тут возбудился Корнеев, поснимал Личенко. Народ начал возмущаться в интернете. Так быстренько сделали. Золотали. Испугались. А здесь зачем? Да нафига тут они? Эти ямы классные. Ну подумаешь, тут погромцы одни находятся. Ну и хрен на них. По ямам поедет. Кто они такие? Саша им. Павлов прикажет. Они, блин, проголосуют так, как он хочет. Че, не вопрос. Че тут уже говорить? Вот, может быть, товарищи пограничники, задумайтесь. Есть ли смысл голосовать, как вас Вась просит настойчиво? То за Путина, то еще за кого-то. То сейчас за Тарасенко вас просить голосовать. А нам нужны такие люди, за которых Вась просит голосовать? Потому что это так же все останется. Ямы никто убирать не будет. Делать их никто не будет. А зачем? Вы же уже голос свой отдали и все. До свидания. Вот смотрите, что творится. Я давно хотел уже эту дорогу снять. Вот сейчас получилось. Как раз вот ехал по дереву, которая завалилась на трассу. Сейчас вот снимал. Ну и вот еду. Ну что это? Это ужас какой-то просто. Ну и как всегда опять у нас закрытый переезд. Это наша любимая тема. Что тут говорить? Палов разводит руками. Он не может никак решить этот вопрос переездом. То есть я вот ехал снимать дерево. Переезд закрывался. И вот я уже снял дерево. Назад вернулся. Поснимал дорогу. Там постоял полчаса с жителями. Поговорил. Это практически час уже прошел. И вот час он уже закрытый. Переезд. Это нормально? Это у нас так работает действующий глава. Это он так заботится о нас с вами, товарищи граждане. А давайте наверное все-таки вспомним, что граждане это мы, власть. А Василий Палов это менеджеры, которых мы и наняли на работу. Если они плохо работают, давайте их уволим к чертовой бабушке. Хватит сидеть и прятаться и на кухне говорить о том, что несправедливо власть всех уровней. Так давайте возьмемся за нашу местную и наведем здесь порядок в конце концов. Мы власть. Граждане. Граждане. Мы все вместе власть. Василий Палов менеджеры. Не усправляется. Не умеет. Давайте выгоним их в шею к чертовой бабушке. Дорогие мои. Пограничники. Офицеры. Наши дальнереченцы. Я к вам обращаюсь. Вам не надоело ездить по таким ухапам, по таким дорогам, по таким ямам? Вы же приходили и голосовали за Путина. 300 человек пришло и 300 человек за Путина. От военных. Так и сейчас, через год, будут опять выборы. Я надеюсь, вы сейчас не проголосуете за тех кандидатов, которые от Единой России. От этих всех Павловских и Васильевских. В конце концов, давайте уже не будем на кухне говорить одно, а на избирательных участках делать другое. Давайте, через год, приходите и голосуйте за представителей от партии КПРФ. Только мы наведем здесь порядок. Только мы сделаем здесь дороги. Только мы сможем здесь построить авиадукт и сделать его через ЖД дорогу. Потому что мы не будем воровать деньги из казны. Ну давайте, поехали. Ну вот, сейчас они отстояли. Почему я сказал авиадукт? Да, нужно строить авиадукт. И практически мы уже знаем, как это сделать. И знаем, где это сделать. И знаем, где взять деньги. Теперь очередь за вами, дорогие мои. Не только военные, но и вообще граждане нашего Приморского края. Граждане Дальнереченска. Мы знаем, как это сделать и где взять деньги. Помогите только сами себе. Придете на избирательные участки 9 сентября. Голосуйте за Ищенко Андрея. Именно Андрей Ищенко сможет это сделать. Именно потомственный строитель сможет построить и квартиры, и дома детям-сиротам. Всего 7 тысяч человек. Да без проблем мы это можем сделать. Именно Ищенко и с его предложениями сможет нам построить здесь авиадукт. И сделать так, чтобы мы не стояли по часу, по два, по три вот здесь, возле этих самых шлагбауна. А спокойно ездили как везде, как в Спаске, к примеру. Сделали же авиадукт. Нормально все, ездят машины, мост над ЖД дорогой. И мы можем здесь сделать. Но помогите себе, если вы не хотите больше так существовать, жить в таких условиях. Ездить вот по таким ямам в конце концов. Приходите 9 сентября. Голосуйте за Андрея Ищенко. Помогите сами себе. Спасибо. Привод коробины. И сегодня ночью берега упала. Жители уже писали свои видео. Как видите, она выбрала коробор. Упала поперёк дороги. Хорошо. Накого не упала, никто не пострадал. Хорошо, что никакого ребенка не задавило. Но с другой стороны, что я могу сказать. Было бы неплохо, если бы это дерево упало бы Саше Павлову на голову. Или Васильеву. Вот сюда, вот реально, надо тратить деньги. Там, где аварийная ситуация. Там, где деревья падают. Где они несут угрозу жителям нашего города. Для этого мы Вам и платим налоги в джет города. А не там всякие там, непонятные эскалаторы, самосвалы. Или всякие благоустройства. Или выпилка деревьев в парке города. Вот сюда надо тратить деньги. И здесь помогать и наводить порядок в городе. Всем удачи. Спасибо.